Задача номер 18 из модуля реальная математика основного государственного экзамена для 9 класса. На диаграмме представлены 7 крупнейших по площади территорий в миллионах квадратных километров стран мира. Какие из следующих утверждений верны? Первое утверждение. США входит в семерку крупнейших по площади территорий стран мира. Да, США входит. Вот мы здесь видим Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки входит в нашу диаграмму, значит является одной из семи крупнейших по площади территорий стран мира. Таким образом, номер один это верный ответ. Мы сразу запишем это в ответ. Далее, то есть первое нас устраивает. Второе. Площадь территории Китая составляет 9,6 миллионов квадратных километров. Это тоже верно. Почему? Потому что вот мы находим Китай и смотрим, что он действительно, его площадь составляет 9,6 миллионов квадратных километров. Это утверждение тоже верно. Значит, второе утверждение тоже верно. И мы его записываем тоже в ответ. Следующее утверждение. Площадь Австралии больше площади Китая. Находим Австралию. Австралия занимает 7,7 миллионов квадратных километров. А Китай занимает 9,6 миллионов квадратных километров. То есть это утверждение неверно. Площадь Австралии меньше, чем площадь Китая. Поэтому это утверждение неверно. Пропускаем. Четвертое утверждение. Площадь Канады больше площади Индии. Более чем втрое. Площадь Канады находим. Канада 10 миллионов квадратных километров. Индия 3,3 миллионов квадратных километров. То есть мы должны поделить 10 на 3,3. Если мы умножим площадь Индии на 3, получится у нас 9,9. То есть все равно будет меньше, чем площадь Канады. Таким образом, площадь Канады более чем втрое больше. Почему? Потому что если мы умножим площадь Индии на 3, у нас тогда получится 9,9. И все равно это будет меньше, чем площадь Канады. А значит площадь Канады более чем в три раза больше, чем площадь Индии. Это значит, что четвертое утверждение тоже верно. И это значит, что число 4 надо тоже записать в ответ. Таким образом, ответ будет 124. Задача решена.